Девушки отдыхают Все выверено, все досконально, абсолютно просто. И не важно, кто бы рад занимался. Все уважительно друг к другу относятся. Комиссия Гор Черномырдин. Пять лет занятий делом. Интервью Виктора Черномырдина и Альберта Гора только для зрителей программы «Время». Вон отсюда! Вы не снимайте его, не снимайте его. Он специально всегда этого делает. Драка в парламенте. Пока Жириновский выгоден другим фракциям и правительству, он может ни в чем себе не отказываться. Поездка Масхадова в Лондон. Встреча президента Ельцина со старейшинами Северного Кавказа. Подготовка к встрече глав государства СНГ. Комментарии к гостю нашей студии, вице-премьера Ивана Рыбкина. Армения накануне выборов президента. Специальный репортаж программы. Косово. Продолжение распада Югославии и новое поле для состязания России и США. Здравствуйте. На этой неделе прошло заседание Российско-Американской комиссии Гора Черномырдина. Пожалуй, самое успешное за всю историю работы. Подписаны важнейшие соглашения в нефтегазовой и других отраслях. Острой темой оставалось сотрудничество России с Ираном, но позицию России удалось отстоять. Удовлетворенный Виктор Черномырдин и Альберт Гор ответили на вопросы моего коллеги Сергея Горячева. Господин вице-президент, когда Виктор Степанович Черномырдин говорит вам о том, что бизнес российских компаний в Иране – это законный бизнес, что он никому не угрожает, вы доверяете господину Черномырдину? Я давно научился доверять тому, что мой друг Виктор Степанович говорит. Мы друг другу доверяем настолько, что собрали вместе наших экспертов в одну рабочую группу, тем, чтобы развеять опасения России, а также опасения, которые имеются у США. И таким образом продвигать интересы и России, и США. Никто из нас не хочет увидеть, как распространяется опасное оружие массового уничтожения или баллистические ракеты, которые могут поразить Россию и также США. Я хочу продолжить, о чем сказал сейчас господин вице-президент Аль Гор. Мы настолько тонко и детально сейчас занимаемся всеми делами и особенно вопросами оружия массового уничтожения, что сегодня речь должна идти и о нераспространении, не о передаче технологий, а наоборот, все сделать, чтобы уничтожать, чтобы сокращать. А что касается работы наших компаний в Иране, то ли это в области энергетики, то ли в области добычи газа, нефти, то ли машиностроение, это обычное, нормальное явление. Мы строим в России капитализм. Вы строите, Виктор Степанович, и ваше правительство. Какие черты Соединенных Штатов, капитализма, которые существуют здесь, вы могли бы использовать в России, а от каких отказаться? Я уже не первый раз нахожусь в Соединенных Штатах Америки. И достаточно плотно работаю со многими политическими деятелями, не говоря уже о моем коллеге, уважаемом Алгоре. Но я ни разу не слышал, чтобы им, да здравствует капитализм, чтобы нам лучше там усовершенствовать капитализм. Это у нас в стране, вот мы там все это буробим, я извиняюсь за это слово, Марксом, придуманным этим фантазером. Кто придумали призрак, за которым мы гонялись 80 лет, то еще они, и вот мы этим капитализмом никак, у нас эти измы, капитализмы, коммунизмы, все, вместо того, чтобы заниматься делом. Так я хочу все-таки напрямую ответить на ваш вопрос. Что мне нравится, когда я нахожусь в Соединенных Штатах? Когда все заняты делом, абсолютно, все выверено, все досконально, абсолютно просто, и не важно, какой бы, кто бы ранг не занимался, все уважительно друг к другу относятся. И все рассчитано по минутам, все для того, чтобы использовать свое рабочее время. Мне это не только импонирует, я мечтаю об этом, я живу этим. Я очень хочу, чтобы от слов «лучше жить» надо перейти от того, чтобы лучше работать. Будем хорошо работать, мы будем жить так же, как живут, и в Соединенных Штатах, и в любой другой стране. Вот что больше всего поражает сегодня в Соединенных Штатах Америки. Мы верим в то, что свободный рынок, наряду со свободой убеждений, свободой слова, свободой делать политический выбор, это все естественное состояние мужчин и женщин. Что мы делаем с этой свободой, наше личное дело. Но люди не всегда делают правильный выбор. Но если они свободны при этом, им все же лучше, чем если они в кандалах. Должен сказать, что те изменения, которые происходят в России, для меня источник огромного вдохновения, и, думаю, для многих других в мире, требуется большая смелость, чтобы пойти на такие изменения, которые мы видим в России. Я убежден, что через 25 лет историки оглянутся на нынешний отрезок времени и на действия правительства Виктора Степановича как на чудо. Эта оценка может показаться слегка комплиментарной, но я верю в это. Господин вице-президент Виктор Степанович, мы благодарим вас за ваше время. Спасибо за ваше интервью. Спасибо вам. Спасибо большое. Между тем, в России многие наши коллеги обратили внимание на серьезную популяризаторскую кампанию в прессе, которую ведут параллельно первый вице-премьер Чубайси, связанная с ним группа «Анексим». Чубайс и помощник по прессе из группы «Анексим» Кожокин дают серийные, серьезные интервью. Глава группы «Анексим» Потанин появляется на телеэкранах. Это, в самом деле, непривычная публичность. Вероятно, Чубайс и «Анексим» считают свое новое публичное появление некой разновидностью победного клича. И надо признать, «Анексимовцам есть что праздновать». Угроза отставки для Чубайса практически миновала. Воспрянув, Чубайс с Потанином стали действовать. К примеру, оба они продолжили борьбу с олигархией, а именно в очередной раз объявили о своем движении к народному капитализму. И, по-видимому, в этой связи Потанин считает, что деньги таможенного комитета должны вернуться в приближенный к Чубайсу «Анексимбанк». Вот письмо таможенного руководителя Круглова премьеру Черномырдину. Круглов пишет, «Во исполнение вашего поручения таможенный комитет рассмотрел обращение президента «Анексимбанка» Потанина с просьбой разрешить открытие в «Анексимбанке» счетов центральной акцизной таможни. В письме также сообщается, что и в настоящее время в «Анексимбанке» открыты счета ряда таможенных органов. Письмо заканчивается тем, что таможенный комитет готов открыть счета в «Анексиме». А вот и виза Виктора Степановича Черномырдина согласится при условии проведения в последующем тендера в установленном порядке. Все помнят, что счета таможенного комитета, находившиеся в «Анексиме», давали этому банку возможность распоряжаться миллиардом долларов бюджетных денег. После того, как наша программа поставила вопрос о том, что это неправильно, Чубайс обещал перевести деньги в Центробанк. Дело долго откладывалось, потом свершилось. Кое-какие деньги остаются еще в коммерческих банках, и правительство старается перераспределить их в пользу команды Чубайса «Анексима». Вот как об этом рассказывает руководитель таможенного комитета Анатолий Круглов. Новое открытие счетов таможенного комитета в «Анексиме» совершенно не вяжется с позицией премьера. Пресса много раз сообщала, что Потанина год назад выставили за порог из правительства именно по требованию Черномырдина и вопреки Чубайсу. Почему премьер подписывает бумагу о переводе денег в «Анексим»? Так ли уж сильны на сегодня позиции премьеры? До сих пор считалось, что приказать Черномырдину может только президент. Мы далеки от мысли, что именно президент напрямую приказал Черномырдину полюбить «Анексим». Однако я не стал бы исключать, что Чубайс воспользовался своим влиянием на президента для давления на Черномырдина в пользу «Анексима». В конце концов, именно и только Чубайсу и Немцову президент давал гарантии, что они останутся у власти. Черномырдину таких гарантий президент не давал. Еще одно возможное доказательство того, что группа «Анексим» и ее политическое прикрытие наверху перестали бояться президентского гнева – это избиение следователя, ведущего дела по череповецкому азоту. Напомню, что после опубликования нашего расследования в июле-августе прошлого года государство отобрало завод у группы «Анексим», а затем и возбудило уголовное дело против группы «Анексим». Следователь, который допрашивал Потанина, не может пока заявить, что его били именно за расследование уголовного дела по мошенничеству «Анексима». Это пока не доказано. Но мы бы посоветовали следователю всерьез задуматься о своей безопасности. Сразу после опубликования наших материалов по «Анексиму» прошлым летом анексимовские охранники атаковали нашего корреспондента Ирину Алексееву недалеко от здания своего банка. Чуть позже неизвестные вторглись в ее квартиру и перевернули все вещи. Возможно, в поисках еще неопубликованных документов. Опасаться «Анексима» могут не только следователи и наши журналисты. На этой неделе сотрудники журнала «Люди» рассказали о том, что героям их публикаций угрожают от имени «Анексима». Напомню, речь идет о стриптизершах, которые, по их словам, танцевали обнаженными перед главой группы «Анексим» Потанином и молодым реформатором Немцовым. Дело было на базе отдыха «Анексима» под Москвой. Потанин организовал там конкурс стриптиза. Стриптизерши обиделись, что им не заплатили обещанного. Все эти конкурсы, они как бы рассчитаны на то, что богатые люди, они выбирают девушек, так скажем, не для просмотра эстетического, а для своего удовольствия. Нас отбирали, как бы просматривали, смотрели внешние данные, плюс состояние физическое. Приподнимали, значит, блузки и смотрели, чтобы грудь не висела. Я думаю, что жюри особого не было, и решал один человек, господин Потанин. За два дня нам платили, ну, очень кому 300, кому 350 долларов. Им не сразу заплатили деньги, они получали в Москве, и это еще было довольно сложно сделать, получить эти деньги, потому что им приходилось дополнительно бегать их и выпрашивать. Я, правда, видела Немцова, потом Ермоника, Диму Маликова. Мы разложили фотографии и спрашивали, ну, кого вы из этих знаете? Одна сразу узнала Немцова, говорит, вот он подплыл ко мне и ущипнул меня за зад. Извините. Стриптизерши обнажались перед Немцовым и Потанином на специально построенном подиуме над бассейном. Это крошечная доля тех признаний, которые сделали стриптизерши. После этого девушкам угрожали и требовали отказаться от своих интервью. Больше того, в распоряжении нашей коллеги Елены Эриксон оказалась видеопленка, на которой Немцов резвится среди красавиц. При этом, как красавицы, так и Немцов были без бикини. Ну, что назвать оргии? Если человек женат, у него есть дети, да? Он сидит там с другой голой женщиной, хватает ее за грудь. Это оргия, если они все пьяные. Елене угрожали убийством, если она опубликует пленку, и она предпочитает хранить копии видеозаписи оргии в надежных местах. Пленка, считает, Елена может служить залогом ее безопасности и будет опубликована, только если угроза расправы в ее отношении будет исполнена. Вот как рассказывает об угрозах в свой адрес и об угрозах участницам финансово-правительственных оргий журналистка. Фрагмент нашего телефонного разговора использован с согласия Елены Эриксон. Вот эти девочки, например, которые должны были прийти часть из них на пресс-конференцию, некоторые уехали. Одна мне звонила, мама ее звонила в истерике, говорят, что ночью приходили, шантажировали, зачем вы сказали. То есть какое-то совершенно сумасшедшее давление. Потом они, вычисляю сейчас, кто это сдал, то есть полностью отслеживают все контакты, все связи. Вот, кто ее мог ждать. И третье, они считают все-таки, что они ее у нас купят и все. То есть они вполне конкретно говорят, что они сделают за то, что если она выйдет. Я вам говорю, совершенно ответственно и честно. Ну что, говорят, что поубивают? Они говорят, пройдет время, мы вас убьем. Или катастрофа, или еще что-то. И говорят, совершенно спокойно. Вот эти сутенеры? Ну не сутенеры, эти участники. Говорят, это конкретно, и серьезно. Только через год, но мы в свое время вышли. Участники. Я вот совершенно в это верю. Ну не Немцов же говорит, значит Потанин говорит. Потанин вряд ли это говорит, потому что вы там можете потом этот разговор еще раз опубликовать. Ну а как я, они же не мне это говорят. А, ну да, через кого-то. Они ведут этот разговор с посредниками, которые знают, что их не сдадут и доверяют. Я просто думаю, что мы им продадим эту пленку. Им назад же? Да. Я думаю, что это осенняя кассета. То есть уже после скандалов? Значит, он не очень осторожный человек. Ну они же считают, что им все сойдет в срок. Я знаю свою жизнь, мне все это и смешно, и страшно. Я считаю, мне трос, с животом, потому что мне рожать через несколько месяцев. И думаю, зачем мне все это надо? Я думаю, теперь никто не может усомниться в возросшей роли молодых реформаторов в правительстве. Их власть, как нельзя лучше, иллюстрируется угрозами от имени финансово-правительственной группировки «Анексим» в адрес беременной женщины. На фоне «Анексимовского народного капитализма» наш парламентаризм выглядит бледно, согласитесь. Но и парламенту есть кем похвастаться. У них есть Жириновский. Дискуссии в Думе на этой неделе требовали не столько комментариев политологов и экономистов, сколько диагнозов, психотерапевтов, психоаналитиков и врачей, помогающих метеочувствительным больным. Во всяком случае, спикер Думы Геннадий Селезнев в беседе с журналистами пообещал в прессе при подготовке заседаний палаты, учитывать возможные магнитные бури. Владимир Жириновский в среду сорвал заседание Думы. Оскорбил, это посчитали по стенограмме, семь депутатов. Вон отсюда! Да не снимайте, вы не снимайте, вы не снимайте, вы не снимайте этого дела. Захватил место в претидиуме и отгонял коллег от стола, от души поливая их боржоми. Своё неадекватное поведение Жириновский сейчас объясняет состоянием атмосферы. В тот день в Москве действительно была мощная, сильная магнитная буря. И я знаю об этом. Медицинское свидетельство о том, что при магнитной буре лидер ЛДПР за свои действия не отвечает, возможно, ему действительно потребуется. В том случае, если генпрокуратура действительно возбудит уголовное дело по факту хулиганства и оскорбления должностных лиц. В пятницу заявление депутата Елены Мизулиной и её коллег стенограммы заседания и видеоматериалы поступили с Куратовым. Я никогда никому не позволяю себя оскорблять. Так меня отец научил с детства давать сдачу, не давать себя в обиду. Это уголовно наказуемое оскорбление меня при исполнении мною депутатских полномочий. Поэтому всё должно быть поставлено на свои места. Связываться с Жириновским до сих пор решались только женщины. Мужчины оскорбления молча глотают и в суд не обращают. Депутат предыдущего созыва Евгения Тишковская так и не довела до конца дела об оскорблении чести и достоинства. Другому исцу журналисту Юлии Ольшанской отказали в аналогичном иске к Жириновскому. Не нашли ущерба достоинства в том, что главный ЛДПР-вец не стесняясь телекамер затолкал её в свой автомобиль. Только корреспондент НТВ Елена Масюк добилась судебной защиты от оскорблений Жириновского. Юлия Смизулина убеждена, что на этот раз оснований для отказа возбуждения уголовного дела не найдут. В данном случае Владимир Вольфович не просто допустил какие-то разовые оскорбления, а он совершил противоправные действия, дезорганизовавшие работу Государственной Думы, учинил хулиганство, беспорядочно и безмотивно оскорблял всех подряд. Большинство депутатов, ну или многие депутаты, так скажем это точнее, решило, что нужно поставить правовую преграду таким действиям. Если дело возбудят, Думе придется решать, оставить ли Жириновского неприкосновенным для суда. Депутаты не любят сдавать своих. Иммунитет отнимали только у Мавроди. Слишком много было пострадавших от лопнувшего МММ. Но за Мавроди не стояла фракция. За Жириновским 51 депутат. У него железная дисциплина, как вождь скажет, так и голосует. В Думе, где ни коммунисты, ни правительства не имеют нужных для принятия решений 226 голосов, договоренности Жириновским верный способ провести нужные решения. Как насчет бюджета? А мы должны встретиться, потому что есть вопросы, которые правительство не решает здесь. Доверие избирателей помогло Жириновскому поменять драповое пальто и кроличью шапку 93-го на цветные френчи от Зайцевой Мерседесы. После выборов 93-го Жириновского боялись как новой мощной политической силы. К 95-му политики поняли, что сила Жириновского в управлении голосами депутатов ЛДПР. И по договоренности, как говорят, небескорыстный, этой силой можно пользоваться в своих интересах. Возможно, поэтому только треть парламента поддержала в пятницу предложение месяц не давать слово Жириновскому. Большинство предпочли не голосовать вообще. После этого фракция «Яблоко», единственная незамеченная в деловых контактах с Жириновским, покинула зал. Яблочники будут байкотировать заседание Дома, пока не примет решение прокуратура. История учит, что попустительство бандитским действиям такого рода всегда кончается тем, что эти люди набирают власть и затем сбрасывают и тех, кто их выкармливает. Российский парламент еще ни разу не искал в прокуратуре защиты от своих депутатов. В Верховном Совете Союза высшей степенью недовольства было захлопывание докладчика. Самый известный случай захлопывание академика Сахарова. В истории Хазбалатовского Верховного Совета оскорбительные ремарки спикера к выступлениям коллег и ваучеры. Их бросал депутат Челнаков в лицо Чубайсу. В прежнем созове Думы за внимание публики с Жириновским боролись зав. Клубом Вячеслав Марычев и Николай Лысенко. Марычев любил клоунады с переодеваниями. Лысенко политические акции вроде публичного разрывания флага Жириновского по части публичных скандалов соперников нет. А в силу заинтересованности коллег в Жириновском нет ограничителей. Даже в виде думского пристава или врача. Светлана Колсова аналитическая программа Время. Жириновский ссылается на магнитные бури, сделавшие его психику такой необычайно подвижной. Мы поинтересовались у специалиста насколько характерны вообще сезонные обострения в психике пациентов в весенний период. Журналисты, политики называют происходящее в нашей стране в это смутное время, время кризиса, используя психиатрические термины. Бред, сумасшедшее, безумие. Все это очень некорректно. На самом деле то, что происходит в обществе носит более странный характер для нас, психиатров, чем то, что происходит с колебаниями заболеваемости. Когда вы видите, как обсуждаются важнейшие государственные проблемы, законы исключительной важности, то, как это обсуждается и принимается для нас намного более странно, чем то, что мы видим у своих больных. Жириновский не наблюдается у психиатров. Жириновский наблюдается то у коммунистов, то у правительства. Чаще всего голоса фракции Жириновского используются именно для проведения в жизнь решений правительства. Таким образом, Владимир Вольфович может и впредь ни в чем себе не отказывать. На этой неделе президент Чечни Масхадов совершал дипломатический прорыв в Великобритании. Выяснилось, что реальные официальные контакты ограничились строгим заявлением в форен-офисе о недопустимости удержания в Чечне похищенных подданных Ее Величество Королевы Великобритании. Приезд президента Чечни в Лондон пока не вызвал ажиотажа. Местное телевидение его не снимало ведущие газеты и если написали то коротко и это объективная оценка. Хотя Аслан Масхадов считает, что мы все не так преподносим. Цель вашего визита приезда в Лондон общественное российское телевидение первый канал несколько слов. Вам скажешь потом пожалеешь. Пока самое яркое событие ужин с баронессой Тэтчера. Организатор поездки лорд Макл Пайн бывший казначей консервативной партии друг Железной Леди. Этим и объясняют ужин в отеле Рицер. Почему вы пригласили господина Масхадова в Лондон? Я ездил в Грозный в прошлом году и был потрясен тамошней разрухой. Мне кажется, будет гуманно, если кто-то обратит на это внимание. Поэтому я способствовал лондонской поездке президента Масхадова. Цель установить Чечню и торговые связи. Вы не находите, что пригласив Масхадова в Лондон, вы сделали политический шаг против российских властей? Нет, я так совсем не считаю. Просто не должно быть закрытых границ. Каждый вправе путешествовать и высказывать свою точку зрения. Это очевидно. А другой цели у меня не было. 400 лет продолжается противостояние чеченцев против российской империи. Россия проводит политику восстановления контроля над временно утраченными территориями российской империи. В основе внутренней политики господушевшего режима в Кремле всегда лежало перманентное стремление российской империи подавлять и истреблять непокорные народы как гарантированный залог стабильности империи. Жестокий прессинг на правительство Российской Федерации со стороны мощной аронемы российской нефтяной мафии, имеющей в богатом нефтяном чеченском крае свои алчные интересы. Еще за неделю до приезда Масхадова британский посол сэр Эндрю Вуд, объясняя всю эту историю с получением визы по приглашению лорда Макл Пайна, объявил российским журналистам, что помимо лекций и званых ужинов Масхадова ждет серьезный разговор в форен-офис Министерстве иностранных дел. И если он приедет Лондон без британских заложников, Масхадов обманул ожидания. Александр Панов, Виктор Никитин, аналитическая программа «Время из Лондона». Итак, англичане считают это чисто частным визитом. Чеченцы говорят о дипломатическом прорыве, о том, как относится к этому российская власть, согласился рассказать нашим зрителям вице-премьер правительства России Иван Петрович Рыбкин. Иван Петрович, какое отношение власти к этому визиту, к этой поездке? Совершена поездка одного из руководителей части Российской Федерации Аслана Алиевича Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия, Великобританию. На этом уровне он был и принят. Я считаю, что поездка во многих отношениях и полезна. Дело в том, что не все время послу Великобритании ходить ко мне и говорить, когда же Камила Кар и Джонатан Джеймс будут освобождены из чеченского пленда. Агентство сообщает о серьезном сдвиге во время ваших переговоров, с которых вы только что вернулись в назрание с чеченскими руководителями. Что это за сдвиги? Если говорить очень коротко, буквально двумя-тремя тезисами, впервые публично мы сказали о том, что договорно-правовая база взаимоотношений Российской Федерации и Чеченской Республики достаточно на сегодня. надо наполнять ее реальным содержанием социально-экономическим и тому подобное. Вы готовы платить, но вы не готовы говорить о независимости? Если еще более тезисно. Если сказать очень точно, то в договоренностях, достигнутых в Хасавюрте, сказано, этот вопрос подлежит решению до 31 декабря 2001 года. Чеченцы говорят о том, что вы занимаетесь теперь СНГ и Чечней в том числе, и это уже косвенно говорит, что Чечня, если не дальняя, то ближняя зарубежья для России. Твердая позиция российского руководства выражена в лаконичной формуле президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Мир, территориальная целостность России и, конечно, великое терпение в переговорах. Кроме Чечни, которую вы ведете достаточно давно, вам досталось такое нелегкое наследство СНГ. И вот вы накануне саммита. В принципе, в содружестве независимых государств сегодня происходят весьма непростые процессы интеграции. Причем, готовность к интеграции экономик, прежде всего, конечно, разных государств, независимых государств, различна. Будет обсуждаться на встрече четырех как раз вопрос о едином экономическом пространстве, который предполагается оформить договором. Здесь есть различные варианты договоров, их нужно будет свести воедино. Есть просьбы о вступлении в эту интеграционную четверку. Кто? Таджикистан. Что касается в целом стран содружества, совета, глав государств, это исключительно важность встречи. Предполагается к обсуждению целый ряд вопросов. Я знаю, что совет глав правительства подготовил к встрече восемь вопросов, очень важных. Могу сказать одно. Даже беспошлиная торговля, которая реализуется на основе договоренностей изначальных, дает снижение нам цен на многие товары на 15-20%, почти по всем группам товаров. И дает возможность нам быть более конкурентоспособными на сегодняшнем мировом рынке. Могу сказать, что есть недовольство работой структур содружества. 64 структуры, тысячи и тысячи чиновников. И поэтому предлагается провести, положим, где-то в середине апреля межгосударственную конференцию по совершенствованию работы структуры Содружества Независимых Государств, по реформированию в целом Содружества Независимых Государств. Президенты Азербайджана и Грузии приедут? Ну, не хотел бы гадать. Дело в том, что... У вас пока нет данных, что они отказались? Нет, таких данных нет по поводу отказа. От Армении кто-нибудь говорили не совсем давно в названии одного кинофильма. Хорошо, спасибо вам большое, желаем вам успеха, спасибо, что согласились с дать вам интервью. Один из важных вопросов, определяющих отношения в СНГ, это выборы президента Армении. Выборы состоятся в понедельник. По данным последних опросов общественного мнения, наилучшие шансы на победу имеет бывший первый секретарь ЦК Компартии Армянской ССР Карен Демирчан, который ушел с этого поста 10 лет назад и с тех пор не принимал никакого участия в политической жизни республики. Окружением, письмами, звонками, всякими прочими способами оказали на меня давление моральное, что в этот труд нечасто для республики, для народа я не имею права остаться в стороне. Возвращение в большую политику Карена Демирчана стало главной сенсацией этой предвыборной кампании и причин здесь несколько. Во-первых, за последние годы существенно изменился состав избирателей. Республику покинуло около полумиллиона в основном молодых и активных. Безработица, бесправное положение, иногда невозможность заниматься предпринимательской деятельностью, потому что само поле захвачено какими-то колонами. Во-вторых, у тех, кто остался, а это в большинстве своем люди старшего возраста, имя Демирчана ассоциируется с прежней жизнью. Ему они и отдают предпочтение. Этим пользуются организаторы предвыборной кампании Демирчана. Избирателям как бы незаметно напоминают о том времени, когда не нужно было думать о том, как с зарплаты примерно в 10 долларов заплатить 50 за квартиру, электричество и газ, который к тому же давно отключили. Это для тех, у кого есть работа. Но большинство промышленных предприятий давно простаивают, в том числе и завод Армэлектромаш, которым руководит Карен Демирчан. Потому-то кандидат обещает прежде всего заняться восстановлением промышленности. Наш главный резерв, главный ресурс, с чего мы должны начинать, чтобы поднять всю экономику страны, это промышленность в первую очередь. Правда, об этом говорит не только Демирчан. У нынешнего премьер-министра Роберта Кочаряна те же приоритеты. Надо развивать промышленность, восстанавливаться и совсем не обязательно продавать нефть. В плане ресурсов Армения имеет хорошее будущее в горно-металлургической области. Это молиден, медь, цинк, полиметалл, это золото. Возможностей много. У обоих на первом плане стоит и активизация экономических отношений с Россией, которую оба считают главным союзником Армении. И привлечение зарубежных армян к восстановлению экономики республики. Это серьезный потенциал, который не использовать просто недальновидно. Правда, при этом Роберт Кочарян делает главную ставку на соотечественников, живущих в странах Запада, а Карен-Демирчан на тех, которые живут в странах СНГ и прежде всего в России. Но и тот, и другой предлагают ввести двойное гражданство, чтобы зарубежные армяне смогли приобретать республики собственность. Ни граждане по закону таких прав не имеют. Оба кандидата сходятся и по главной проблеме Карабахстан. Мы должны добиться, чтобы международное сообщество приняло право карабахского народа на самоопределение. Я считаю, что в первую очередь должны вестись переговоры между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской республикой. Понедельник, 16 марта, объявлен в Армении нерабочим днем. Но большинство крестьян, проголосовав с утра на избирательных участках, отправятся затем на свои огороды и виноградники. Работа для них важнее выборов. Тем более, что многие уверены, без второго тура не обойтись. 12 претендентов на одно место для маленькой Армении это слишком много. Кто бы не победил, остается главное проблема Нагорного Карабаха. И тому и другому кандидату будет непросто ее решать. У Карена Демирчана в те времена, когда он руководил советской Арменией, такой проблемы просто не было. Роберт Кочарян, герой Карабаха, занимавший совсем недавно пост президента Нагорно-Карабахской республики, стал кандидатом в президенты Армении только потому, что занял жесткую позицию, отличную от позиции готового на уступки Ливона Тар-Петросяна. Но без решения проблемы Карабаха реализация остальных обещаний кандидатов просто невозможна. Ни о каких инвестициях, ни об участии зарубежных армян в экономической жизни республики, не говоря уже о прокладке нефтепровода из Баку через территории Армении, речи быть не может. Это реальность нынешней Армении. Павел Широв, Максим Казачук, Владимир Козин, аналитическая программа «Время» из Армении. На этой неделе в Эдинбурге открылась конференция министра иностранных дел европейского сообщества, которой фактически начинается процесс расширения сообщества. 11 стран будут приняты в две очереди. Европейцы полагают, что по последствиям это гораздо серьезнее расширения НАТО. Европейское сообщество намного сильнее регламентирует внутреннюю жизнь стран-членов и их отношения с внешним миром. Это уже второй репортаж в программе нашего корреспондента в Лондоне Александра Панова, которому на этой неделе повезло с громкими событиями. Второй день в Эдинбурге в окрестностях красивейшего замка проходит неформальная встреча министров иностранных дел Европейского Союза. Своя Европа ближе к телу. Ситуация на Ближнем Востоке и финансовый кризис в Азии отступили на второй и третий план. Как на недавней встрече контактной группы в Лондоне и здесь министров встречала демонстрация с антисербскими и проалбанскими лозунгами. В новом Балканском кризисе Европейский Союз ведет свою игру отлично от НАТО. Так, по инициативе ЕС в Париже соберется конференция Евросоюза и балканских стран. Приглашены США и России как члены контактной группы. Кроме того, решено направить специального представителя от Евросоюза, который мог бы способствовать установлению диалога между белградскими властями и сепаратистами из Косово. У этой уверенности в выдвижении собственных инициатив есть основания. ЕС расширяется. Накануне в Лондоне на конференции глав государств и правительств были представлены не только 15 членов ЕС, но и те, кого обещали принять в Союз. Критерии приема рыночная экономика, развитая демократия и соблюдение прав человека. Турция уже 11 лет мечтает вступить, но не может. А у Латвии считают в Европе все, видимо, в порядке. Она во втором эшелоне вступающих. Последствия расширения ЕС могут даже затмить движение НАТО на восток, с которым так долго боролась Россия. Сейчас мы считаем, пока существует угроза нашей безопасности, расширение НАТО для нас важней. Но в будущем включение в Единую Европу это то, к чему Чехия так долго шла. Это осуществление национальной мечты. Одна из обязанностей будущих членов Евросоюза обеспечивать охрану границ организации, как в уставе НАТО. В Лондоне премьер-министр Литвы Вагнорис обещал, его страна сосредоточит все усилия на защите будущей восточной границы ЕС, цитирую, от многих возможных серьезных угроз. К востоку от ЕС Россия. В Лондоне не было российских представителей, даже наблюдателей. Европейцы из этого трагедии не делали. В Лондоне собрались те, кто вскоре вступит в Европейский Союз, но у меня нет ни тени сомнения в том, что наши взаимоотношения с Россией будут развиваться по пути дальнейшего сближения. Это вопрос времени. У расширения Союза есть масса преимуществ. Прежде всего, у нас будет более сильный и развитый рынок. В него вольются 100 миллионов новых покупателей нашей продукции. Это сделает Европейский единый рынок самым мощным в мире. Расширение Союза это открытые поля новых инвестиций. Мечта генерала Деголя о единой Европе от Атлантики до Урала дошла до границы СНГ и там остановилась. Хотя, естественно, никто из старожилов и лидеров ЕС не сознается в происходящем новом европейском переделе. Это чисто английское понятие клуб. Быть членом клуба престижным можно пользоваться привилегиями, а посторонним вход воспрещен. В эти дни в Лондоне и Эдинбурге Европейский Союз часто называли европейским клубом. Александр Панов, Виктор Никитин, аналитическая программа «Время» из Лондона и Эдинбурга. Сепаратизм косовских албанцев в Югославии ставит эту страну на грань новой войны. Огорчительно, но привычно. России снова придется спорить с Западом в отношении к этому кризису. Запад в отношении к сербам привычно действует по модели «хорошо все, что плохо для сербов», свидетельствуют наши корреспонденты Иван Коновалов и Александр Исаев. После того, как 2 марта сербская полиция с применением слезоточивого газа и водометов разогнала в административном центре провинции Косово-Приштине многотысячный албанский митинг протеста, лидеры албанских политических партий решили воздержаться от проведения подобных акций. Однако, на этой неделе митинги возобновились с новой силой. Это произошло после того, как сербские силы безопасности провели несколько операций против боевиков в подпольной армии освобождения Косово и объявили о разгроме главных сил террористов. Как говорят сами албанцы, в Белграде празднуют победу и поэтому несколько ослабили свой контроль в крае. В боях между сербской полицией и албанскими террористами с обеих сторон по разным данным погибло почти 80 человек. В районе Дреницы все еще действуют три крупных спецподразделения внутренних войск Сербии, которые блокируют несколько сел. Лидеры албанских политических партий на словах против террора, однако действия боевиков грозненные группы людей, которые не могут больше терпеть дискриминацию со стороны сербов и которые решили покончить с этим вооруженным путем. Мы не имеем с ними ничего общего, мы от них дистанцируемся, мы считаем, что решение можно найти и мирным путем. Однако мы не считаем нападения на сербов актами террора. Президент Югославии Слободан Милошевич попал в трудное положение. Контактная группа по бывшей Югославии, в которую входят пять стран Запада и Россия, предъявила ему ультиматум. Он должен через несколько дней начать переговоры с лидерами косовских албанцев, иначе против Югославии опять будут введены экономические санкции. Однако албанцы упорно отказываются встречаться с сербским руководством. В Белграде считают, что это тактика затягивания времени. Албанцы просто надеются, что если санкции введут, Милошевич пойдет на большие уступки. А пока сербское руководство намерено бороться с сепаратизмом и терроризмом до последнего. Наша держава, как и все цивилизованные страны, борется с терроризмом. И все это делается в соответствии с международными стандартами, которые уже проверены временем. Взрыв взрел давно. В 1974 году по конституции Иосифа Брустита Косова получила право решать политические вопросы простым большинством голосов населения края. Там живет 90% албанцев. Когда начался распад социалистической Югославии, Милошевич, понимая, что албанцы могут проголосовать за независимость, в 1989 году лишил край автономии. Сейчас уже вопрос об автономии не ставится. Косовские албанцы требуют полной независимости, но боятся присоединяться к Албании. Разруха и коммунистический режим в Тиране их устраивает еще меньше, чем контроль Белграда. Сербы же не могут допустить окончательного развала страны. Ситуация очень тяжелая. Существует опасность начать войну. Но этого хочет не Сербия. Мы просто защищаем свою землю. Мы же не требуем у Албании часть ее территории. Для тех, кто занимается косовской проблемой, будь то Россия, США или Евросоюз, ситуация выглядит неразрешимой. Поддержать отделение Косова от Югославии значит взять на себя ответственность за начало новой войны на Балканах. Однако предубеждение Запада против сербов еще со времен войны в Боснии очень сильно. И этим умело пользуются лидеры косовских албанцев, которые выводят на демонстрации все новые тысячи людей. Ситуация в крае вновь становится напряженной. И на Западе считают, что югославское руководство не может наладить в крае мирную жизнь. Иван Коновалов, Александр Исаев, аналитическая программа «Время» из Косова. На этой неделе мэр Москвы Юрий Лужков высказался за нарушение конституционных прав граждан России. Он оспорил решение Конституционного суда о том, что граждане нашей страны имеют право свободно выбирать место жительства в собственной стране. Если в ваших документах нет штампа постоянной или временной регистрации в Москве, вы нежелательный гость и даже подозрительная личность для властей столицы. Вас может задержать милиция. Два года назад борьбу с московской пропиской вела журналист Вероника Куцилла. Она не согласилась платить несколько тысяч долларов за прописку в квартире, купленной для нее редакцией. Конституционный суд вынес решение в пользу Вероники. Вслед за ней легализовали свою жизнь в Москве многие из тех, кто не мог купить прописку. Примерно две недели чиновники бесплатно ставили штампы в паспорта. Потом московские власти приняли новые правила. Мэр, мэрия могут ставить препоны. Они могут говорить «ты имеешь право жить в Москве, а ты не имеешь права жить в Москве». Это приятно, быть вершителем судеб. Я помню, я помню, как один раз видела с ужасом Муслима Магомаева, который благодарил мэра за то, что тот дал ему прописаться в Москве. Это ужасно, когда такой знаменитый человек вынужден благодарить. Мэру было очень приятно. Плата за регистрацию, постоянную и временную, источник доходов для столичного бюджета, а также, как говорят пострадавшие, источник личных доходов тех, кто по долгу службы следит за наличием соответствующего штампа. Приезжих в Москве много, и далеко не каждый первым делом спешит в отделение милиции зарегистрироваться. За последние два с половиной месяца мы итоги подводили руководство. Несколько тысяч таких правонарушителей задержано только нашим подразделениям. Ну, я еще денег не заработала на регистрацию. Не успели. 2 февраля Конституционный суд еще раз отменил существующий разрешительный порядок регистрации в столице и предложил сделать его уведомительным. Мэр Москвы на этой неделе опять с Конституционным судом не согласился и пообещал добиться от президента особого порядка регистрации для Москвы. Мэрия Москвы по-прежнему продолжает настаивать на разрешительном на разрешительной регистрации в городе Москве. То есть, вне зависимости от того, желаете ли вы проживать, нашли ли вы работу. Но если по каким-то формальным обстоятельствам вам не разрешают, то это фактически означает, что вы полностью зависите от воли и желания других лиц, а не от того, а не от собственного желания. Московские власти ссылаются на заботу о горожанах. Власти несут ответственность перед горожанами за то, чтобы был порядок, чтобы граждане не страдали от перенаселенности города. Главный аргумент Лужкова в Москву хренбом бомжи, бандиты и гастролеры. Но позиция Лужкова, нарушающая конституционные принципы свободы передвижения и выбора места жительства, осложняет и даже разрушает судьбы вполне добропорядочных граждан. Полковник Абыночный Анатолий он 28 лет отслужил в вооруженных силах. Он элита военная, он закончил академию и служил на полигоне противоракетной обороны, находящейся в Казахстане. Приказ министра обороны звучит так. Уволен в город Москва. Здесь его не регистрируют уже ровно год. За это время он не может найти работу, хотя он еще человек в общем не совсем старый как военный пенсионер. Он не может получать даже свою военную пенсию, которую заработал нечеловеческой службой, в общем, в казахской степи. Он скитается по вокзалам, сараем и когда приютят его друзья. У мэра Москвы болит душа за русских в Крыму и Латвии, но на улицах его города россиянам без штампа регистрации появляться опасно. Наталья Мальцева, Светлана Колосова, Борис Клин, аналитическая программа «Время». Трудно, наверное, быть москвичом и провинциалом одновременно. Лужкову это удается вполне. Он борется за права русских в Риге, что правильно, конечно. А главное, не накладывает на Лужкова никаких обязательств и позволяет ему выступать в качестве нового такого международного деятеля. Но как только речь идет о гражданах России, он не способен предстать даже в качестве деятеля российского масштаба. Лужков хочет защитить Москву от России даже ценой нарушения Конституции. Лужков опасается России. Лужков спасается от России. Всем, кто считает себя гражданами России, очень трудно понять провинциального политика Лужкова, который брезгует своими согражданами в своей собственной стране. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok